Добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Игнат Бушухин, я главный редактор РБК «Недвижимость». Я рад приветствовать вас на втором ZoomTalk, который посвящен вопросам строительства в период пандемии и закрытия всех строительных работ в Москве. Подобный разговор у нас был неделю назад, вот мы решили повторить его с новым составом участников, потому что первая дискуссия вызвала определенный интерес. Сразу же разрешите представить спикеров, которых мы сегодня собрали на наш ZoomTalk. Руслан Кубрава, генеральный директор Кубрава Project Management. Руслан, добрый день. Добрый день. Сергей Забегаев, заместитель генерального директора компании «Албес». Добрый день, Сергей. Добрый день. Вижу. Сергей Дудкин, генеральный директор компании «Наяда». Сергей, добрый день. Здравствуйте, коллеги. Вижу. Александр Остапенков, руководитель направления архитектуры и дизайн компании «МДМ Лайт». Александр, добрый день. Добрый день. Дмитрий Фастенко, директор по продажам компании «Соло Офис Интериорс». Дмитрий, добрый день. Добрый день, коллеги. И Анна Подругина, начальник юридического отдела ООО «СК Ник», частно практикующий юрист. Анна, добрый день. Добрый день. Если что, Анна у нас отвечает за юридическую часть вопроса. Вы, уважаемые производственники, так сказать, можете в течение этого часа, в принципе, задавать Анне любые вопросы. Она, надеюсь, ответит профессионально на них. Как вы видите, гости у нас собрались из компаний, которые производят что-либо, какие-то офисные конструкции, мебель, свет. Если на прошлой неделе мы говорили про стройку, то сейчас большее производство. Руслан, вам хотел бы дать первое слово, знаете, с каким-то вопросом. Вот в какой точке кризиса или в какой точке ситуации мы вообще сейчас находимся? Пожалуйста, ваша точка зрения. Да, в отличие от прошлой недели ситуация немножко изменилась. И, собственно говоря, мы инициировали предыдущие разговоры, кстати, и это тоже, для того, чтобы понять, каким образом и какие работы можно выполнять в этот период. И, более того, собственно говоря, в рамках прошлого разговора нам удалось реанимировать некоторые стройки. И, собственно говоря, неделю прошлую мы проработали, но на этой неделе ситуация изменилась. Например, там по Москве нет, все знают, у Казмэра, но, например, там вчера вышел указ, сейчас я с вами поделюсь, появилось информписьмо заместителя председателя правительства Московской области, где указаны несколько иные даты. Но в то же время, да, здесь четко достаточно написано о прекращении работ, поставок, строительных материалов, конструкции и так далее. В то же время, например, у нас есть два инфраструктурных объекта, с которыми мы работаем, один федеральный объект, один полгосударственная компания, на которых работы пока принято считать работами непрерывного цикла. И, собственно говоря, интересно задать и коллегам, в том числе, каким образом на сегодняшний день и какие мероприятия они продолжают, да, там, могут ли или не могут, или все-таки приостановили погрузки, и как они видят развитие событий с точки зрения, там, ближайшей перспективы, следующей недели и, там, с течения до конца этого месяца. Руслан, большое спасибо. Давайте перейдем к такому своего рода опросу. Сергей Забегаев, заместитель генерального директора компании Albus. Давайте начнем с вас. Сергей, вот вопрос. Как проходит текущая работа компании? Какие технологии, приемы востребованы с переходом на удаленку? Ну, во-первых, начнем с того, что компания работает. Это уже хорошо, это здорово в текущей ситуации. Конечно же, она работает, к сожалению, не в полную силу. Какие технологии, какие приемы сейчас востребованы? Менеджеров по продажам мы привели на удаленную работу. То есть все работают, не выходя из своих квартир, из своих домов, ну, кто где живет. Это не очень, конечно же, удобно. Это впервые за 20-летнюю историю нашей компании, но, тем не менее, работа выстроенная, и она в данный момент у нас идет. То, что касается непосредственно производства, ну, вы все прекрасно понимаете, что производство не может работать удаленно, потому что оборудование само по себе не может функционировать так, чтобы люди где-то находились от него, где-то удаленно. Поэтому, естественно, люди выходят на работу по сменам, так же, как это и было раньше, что и завод у нас работает 360 дней в году, круглосуточно. Мы не работаем там 1, 2, 7 января, 9 мая и на Пасху. Но сейчас вот в эти выходные тоже завод не будет работать, а так завод работает. Но здесь нужно сразу сказать, что завод работает благодаря тому, что у нас слишком, наверное, такой разносторонний бизнес по производству различных строительных отделочных материалов. И сейчас оказалось то, что у нас есть направление, связанное с производством чистых помещений для медицины, которое в обычной нашей жизни занимало, наверное, менее 1% от общего объема оборота компании. Сейчас как раз это направление, оно очень востребовано, и мы работаем как раз в основном, ну, 90% всех работ, которые сейчас происходят, наверное, они как раз связаны с тем, что строятся, либо реконструируются объекты медицинские по всей нашей Великой России. Чуть попозже об этом конкретно поговорим, вот про текущую... Я просто хочу сейчас узнать планы всех участников дискуссии, как у них устроена текущая работа. Сергей Дудкин, компания «Наяда», пожалуйста, вот как у вас с производством? У нас тоже производство работает. К нам обратилась администрация Домодедовского района с просьбой там разместить кое-какие там социально значимые и востребованные в период борьбы с пандемией производства. Мы сейчас ведем переговоры на этот счет. Кроме того, мы тоже делаем несколько объектов медицинских сейчас, и поэтому наше производство работает. И производство загружено сильно сейчас, даже сильнее, чем в среднем. У вас в Подмосковье, я так понимаю, производство? В Домодедовском районе основные производства, ну, там в Ленинском еще есть. В общем, да, в Подмосковье все работают. Мы соседи с «Наяды». Все понял. Я только что хотел уточнить. Александр Остапенков из MDM Lite. Как ваше производство? Работает, нет? Аналогичная ситуация. В принципе, то же самое, что у коллег. Производство работает. Мы не можем остановить производство светильников, вывести станки. Менеджеры находятся на удаленке. Ну, вообще, весь штат, который можно было перевести на удаленную работу, он переведен. По сути, на предприятии сейчас находится только производство, производственный цех. В принципе, их работа не изменилась. Единственное, естественно, усилились методы контроля. Плюс те сотрудники, у которых нет личного автотранспорта, мы их доставляем на предприятия, на такси. Это вот такая вынужденная мера, чтобы они минимально контактировали с внешним миром. Но, в принципе, производственный процесс каких-либо значимых изменений не претерпел. А заказов стало больше или меньше? Был очень горячий, в прямом смысле, март. Было огромное количество заказов. Видимо, люди стремились сдать объекты, въехать в новые офисы и так далее. Сейчас, в принципе, инерция определенная сохраняется. Количество новых объектов, которые мы получаем в работу, оно падает. Но, тем не менее, апрель, я думаю, тоже будет достаточно загруженным. Вот летние месяцы они под вопросом, конечно. Спасибо. Дмитрий Фастенко из Solo Office Interiors. Дмитрий. У нас аналогичная ситуация. Работает у нас производство, связанное, опять-таки, с тем, что есть заказчики, которые не остановились, которые имеют разрешение и продолжают свою работу. У нас производство современное, в достаточно большие расстояния между сотрудниками. Иногда в помещении, где стоит оборудование, практически работает один оператор. В принципе, с точки зрения самого производства, никаких проблем не возникает. Организовать работу так, чтобы практически не контактировать друг с другом. Производство находится в Подмосковье. Заказов стало ли меньше? Нет, заказов производства меньше стало на этот момент. И, в принципе, бизнес пока не остановился, потому что... Да, в целом, с проблемами, связанными с поставками люди сталкиваются. Давай, спасибо. Две компании, которые к определенным запасам, как мы, располагают, они остаются в бизнесе. Все, что у нас есть на складе, оно, так сказать, востребовано сейчас. И вот то, что мы чувствуем. Основная проблема, как у всех, связана с тем, что менеджеры работают на удаленке, все, кто могли работать из дома, и, соответственно, не работает шоурум. Шоурум находится в прямом доступе в Москве и находится под серьезным присинком со стороны управы района. Фактически там полный контроль и не открыть вид невозможно. Большое спасибо, Дмитрий. Хотел бы сейчас к разговору подключить Анну Подругину. Анна, расскажите нам, пожалуйста, вот с точки зрения законодательства, кому на этой неделе, с 15-го числа разрешено будет приехать вообще на работу и в Москве, и в Подмосковье? Ну, если мы говорим про те нормы, которые сейчас вступили в силу в Москве, мы говорим именно конкретно про этот субъект. То есть, в моем понимании, работают, могут ездить на работу сотрудники госучреждений, медицинские работники, работники, которые работают в продовольственных магазинах, работы которых не могут остановить. То, что касается производств именно на территории Москвы, если мы смотрим в перечень, который есть в указе мэра 10 апреля, я полагаю, что ни одно производство не может работать сейчас. Только если оно не производит маски, санитайзеры. Я вообще просто даже не уверена, что такие производства есть на территории Москвы. Если мы посмотрим с вами, что говорит нам правительство Московской области. Вот Руслан Кубрава вначале показал письмо именно Воробьева, но оно, с точки зрения права, оно всего лишь информационно-рекомендательное. То есть, я вчера открыла постановление правительства Московской области, которое было у нас 2 апреля, по постановлению губернатора. И, опять же, оно подобно тому, что есть у нас от 4 апреля в Москве. Соответственно, я сделаю для себя вывод, что все производства могут работать. И все работники, которые будут сейчас получать электронные пропуска для того, чтобы добраться на территорию Московской области, их получат. И эти пропуска будут валидными. Ну, то есть, как бы, передвижение до работодателя, чья работа не остановлена, указом или распорядительным документом определенного субъекта, она допускается, если все это подтверждается. Помимо прочего, работодатель, насколько я понимаю, сейчас обязан подавать списки тех, кого он может перевезти на удаленку, и тех, кого не может, тех, кто должен следовать до производства. В принципе, идея с такси, она, наверное, да, и должна работать. И то, что касается именно мер защиты на производстве, ну, опять же, мы смотрим, они повторяют друг другу, что Московская область, что Москва, обеспечить дистанцию, обеспечить средствами защиты, измерение температуры. Ну, вот это, собственно, все, что мы видим. Большое спасибо, Анна. Коллеги, давайте тоже устроим перекличку. Как вот конкретно сегодня ваши сотрудники добирались до работы? Сталкивались ли с какими-то проблемами? Приставали, что называется, с неудобными вопросами? Я имею в виду полицию. Пожалуйста, Сергей Забегаев. Ну, у нас предприятие находится на территории Ленинского района Московской области, не так далеко от кольцевой дороги. И к нам изначально всегда была проблема добраться. Поэтому у нас в компании организована доставка сотрудников из города Домодедово, из города Видное, с поселка Володарский и от метро Домодедовское. Это наш собственный транспорт. Как он работал, в принципе, так он и работает. Соответственно, на сотрудников у нас получены в понедельник все необходимые пропуска. Лично на меня тоже получены. Я живу в Подмосковье. Я сегодня проехал на работу. У меня путь составляет порядка 60 километров. Я не видел ни одного сотрудника полиции, если честно. Поэтому проблем никаких ни у меня, ни у моих коллег не возникло при передвижении на работу. Сергей Дудкин из Наяда, пожалуйста. Как сегодня сотрудники добрались? Нормально? У нас тоже есть транспорт, который мы доставляем сотрудников. Есть сотрудники, которые на собственном транспорте приезжают на работу. Они получили все пропуска. Проблем, по-моему, ни у кого не было с получением пропусков. Поэтому все без проблем добрались. Я подтверждаю слова Сергея, что по Подмосковью можно свободно ездить. Но на въезде и выезде из Москвы стоят полицейские, которые проверяют пропуска. Сейчас не выборочно, а у всех подряд. Александр Остапенков. Ну, так как я сам нахожусь в изгнании, такой суперактуальной информации я, наверное, не скажу. Но также у всех сотрудников, которые задействованы на производство, у них есть пропуска. Мы находимся в городе Мэтище. Соответственно, лучший способ добраться до нас – это либо собственный транспорт, либо такси, как я уже говорил выше. Но мне неизвестны какие-то пока что случаи с проблемами. Если даже кого-то останавливали, то, собственно, пропуска у всех оформленным ближайшим образом. Поэтому я думаю, что... Воззнание. Ну, воззнание я имею в виду, что я нахожусь на удалении дома, поэтому я не езжу на производство. Ну, а почему вот там кому-то решено было, что можно ездить на производство, а вам, допустим, нельзя? Нет, на производство ездят непосредственно сборщики, технологи, операторы станков и так далее. Понятно. Дмитрий Фастенко, пожалуйста, из Solo Office Interiors. Сегодня были какие-то проблемы с доставкой сотрудников? Нет, насколько я знаю, нет, проблем не было. Ситуация аналогичная, пропуска оформлены. И более того, собственно, понятно, что оформление пропусков носит заявительный характер. Практически все, кто заявлялись, все эти пропусков. В общем-то, насколько я знаю, получили пропуска даже те сотрудники нашей компании, которые лично оформлены пропуск без того, чтобы доехать, хотя, собственно, являются участниками производственного процесса. Как на это будет потом смотреть наши органы власти, мы пока не знаем. Сейчас там будет точно не возникать. Коллеги, знаете, какой вопрос? Вот на прошлой неделе, на выходных, по-моему, вступило постановление мэра Москвы, не знаю, как закон называется, о том, что встали московские стройки полностью на неделю. Прекратились. Кроме медицинских, кроме инфраструктурного строительства, кроме строительства метро какого-то. Все остальные стройки, девелоперские, коммерческие, встали. Как вы оцениваете вот это отразиться на вашем производстве, на ваших заказах? Давайте обсудим, мне кажется, интересно. Ну, на нашем производстве это уже отразилось, потому что у нас очень большая доля нашей продукции как раз уходила на жилые комплексы. И, на мой взгляд, это решение не очень правильное властей, потому что, ну, кто бывал на строящихся объектах, понимает, что там, по большому счету, люди там живут. И живут люди в достаточно стесненных условиях. И если они работали на стройке, не выходя за территорию этой стройки, а теперь они, получается, живут в вагончике, там по четыре человека, как правило, в одном этом вагончике, на мой взгляд, это не совсем правильно. А что конкретно вы на стройку представляли? Ну, наша компания производит достаточно большой, там широкий спектр строительных отделочных материалов. В основном это подвесные потолки, либо стеновые, фасадные, либо интерьерные панели. Отложенный спрос как-то начинает уже складываться? Пока нет, потому что никто не понимает, что будет дальше. То есть понятие, что вот если мы не забрали у вас продукцию, например, на эту неделю, то мы обязательно возьмем на следующую, пока такого, к сожалению, нет. Давайте подключим Руслана Кубраву. Руслан, пожалуйста, как вы оцениваете, с точки зрения управляющей компании, запрет на девелоперское строительство в Москве на ближайшую неделю? Ну, я думаю, что, к сожалению, возможно, это будет не только ближайшая неделя. С точки зрения стройки, она все равно потребит то, что должна потребить. Единственное, что, учитывая в указе запрещенные разгрузочные работы, то, возможно, у производственников на каком-то этапе может вставать садов. Но, с другой стороны, то, как производственные компании, если у них есть возможность, должны работать. Почему? Потому что это оптимизирует срок строительства. То есть все, что невозможно было построить или смонтировать, потому что нужно было дождаться производства и поставки, на самом деле сейчас то время, когда его можно заказать, подождать, пока будет произведено, и получить. И, собственно говоря, таким образом оптимизировать будущий строительный процесс. Коллеги, у кого еще бизнес был заточен на девелоперские частные проекты, и кто вот на этой неделе может столкнуться с недополучением заказов? Ну, у нас широкий спектр. Мы и коммерческие, и некоммерческие заказы строим. По коммерческим заказам, естественно, сейчас наступает спад, но мы следим внимательно за рынком и переключаемся на те заказы, которые можно делать, которые можно монтировать на месте. Их делаем в первую очередь, чтобы не затоваривать склады. Кстати, насколько я понимаю, частное строительство на землях ИЖС не запрещено. У нас в эти дни. Если ты строишь дачу или коттедж, ты можешь это продолжать делать. Анна, я прав? Вы можете подтвердить это? Да, у нас не запрещено строительство. У нас велено приостановить деятельность по 10 апреля. Именно касательно... Сейчас, секунду. Сооружений. Посещение гражданами территорий зданий и сооружений, в которых производится какая-то деятельность, в том числе и то, что у нас перечислено в приложении. Это как бы... Если мы говорим о том, что частное лицо заказывает определенную работу у того же частного лица, то я полагаю, что вот этот вопрос здесь никак не отражен. Если мы говорим, что есть какая-то бригада физических лиц. Если мы говорим о том, что это все-таки некая организация или индивидуальный предприниматель, ну, возможно, будут проблемы. Но, опять же, мы можем говорить о зоне охвата проверок. Думаю, что вряд ли они доберутся до дальних деревень Новой Москвы. Но вот здесь такой вот не до конца продуманный вариант, ну, с точки зрения именно нормотворчества. Ну, если что, можно всегда составить договор физлицо-физлицу и продолжать работать. Ну, в моем понимании, и так. Знаете, какой вопрос задался? Тут, кстати, приходят вопросы в чат, и я наших слушателей призываю писать вопросы в чат либо конкретным спикерам, либо общие вопросы. Я их с удовольствием прочитаю. Пока вопросы накапливаются, знаете, какой коллега у меня вопрос созрел? Вот про... Мы обсудили, как сотрудники добираются, а нет ли проблем вот с разгрузочно-погрузочными работами, о которых Руслан говорил. Ну, и вообще с доставкой комплектующих, с передвижением производственного автотранспорта. С этим сталкивались кто-то из производственников? Пожалуйста, Сергей. Игнат, нет. У нас вопрос решен, как было раньше. У нас поставка в основном осуществляется при помощи железной дороги, в основном сырье все приходит. Часть приходит при помощи автомобильного транспорта. Никаких проблем с погрузкой, разгрузкой нет. Это точно могу сказать, что как все работало, достаточно отлаженно так, все это и работает. Я так понимаю, у всех все тогда получается нормально работает и бессмысленно сейчас прогонять всех остальных спикеров. Все, покивались. Отлично. Слушайте, а вот, кстати, знаете, еще вопрос про поставки. У кого есть поставки из рубежа? Вы уже почувствовали, что они стали дороже на несколько сотен или десятков рублей? Столкнулись уже с подорожанием? Кто может высказать? Дмитрий, пожалуйста. Ну, все очень просто. Поскольку мы очень тесно связаны с нашими итальянскими поставщиками, мы уже достаточно давно столкнулись с тем, что в итальянце ничего не было. Интернет от Павла Дмитрия, насколько я понимаю. Сейчас нормально? Вот сейчас нормально. По сути, я общался со своими итальянскими друзьями, коллегами, производственниками. У них, в принципе, все очень просто. Есть производства, где могут обеспечить то самое расстояние полтора-два метра между работниками, и они все работают на усмотрение хозяев этих производств. В Германии наши поставщики частично закрыты, частично открыты. По транспортировке проблем до сего момента не было. Значит, мы, наверное, с точки зрения нашего производства сталкивались с невозможностью покупки некоторых комплектующих, некоторых материалов. Здесь мы покупаем. Просто потому, что некоторые поставщики прекратили свою недвижимость. А так, в принципе, вот этот вот гэп, который у нас сейчас образовался по доставкам Европы, он пока еще нормально заполняется тем, что у нас есть на складе. И в тот момент, когда итальянцы выйдут, они уже потихоньку рапортуют о том, что они будут выходить в ближайшее время, поставки возобновятся. Я думаю, что уже проблем не будет. У кого есть еще из Италии поставки на такая опасная страна с точки зрения пандемии? А в нашей компании нет? Игнат, может? Да, да. Сергей, извините. Игнат, я как раз хотел сказать, что, надеюсь, у нас получится, и на следующей неделе, это как раз и для зрителей тоже, мы планируем как раз организовать такой же ZoomTalk с поставщиками. 15 апреля, например, в Италии вроде мы ожидаем окончания карантина, и как раз будем понимать, как развиваются события с точки зрения организации производства и поставки материалов из-за рубежа. Окей. Есть вопрос Анне. Так, секунду, открываю. В чате Анна, вы видите? Да, я вижу. Давайте я прочитаю. Медицинские объекты и медицинские объекты имеют право работать, а их подрядчики и поставщики, имеющие договоры подряды. Вопросы. Отслеживается ли, проверяется каким-то образом принадлежность какого-то сотрудника именно к той компании, на которой оформлен пропуск? По поводу того, как отслеживается или проверяется каким-либо образом принадлежность какого-то сотрудника, я сказать не могу. Это внутренняя система, которую сейчас правительство Москвы должно откатывать. Я читала, что они, видимо, проверяют, если отозвали много тысяч пропусков. А в моем понимании, если подрядчик задействован именно в цепочке строительства медицинской стройки, то в руках у каждого сотрудника, который следует на работу, может быть именно тот самый заключенный контракт. Опять же, принадлежность работе той или иной организации может подтверждаться удостоверением, если работодатель такое выдает сотруднику, либо списками, которые тот же работодатель должен подавать на определенные сайты. Собственно, таким образом должна проводиться проверка. Но это мое личное мнение. Честно, как это физически происходит внутри системы, я не могу пояснить. Анна, сегодня вы много говорили про производство. Можете нам рассказать, какие нормы должны соблюдаться на производстве сегодня более детально? И коллеги, может, подключиться? Если Руслан мне поможет, мы можем, допустим, привести в качестве примера указ от 10 апреля 2020 года, вот УМ, 42 УМ, здесь есть определенный перечень в пункте 11, что конкретно должны соблюдать работодатели, если их сотрудники вынуждены приходить на работу. Это обеспечить измерение температуры тела при входе. Я так понимаю, кто-то должен… Вообще, я полагаю, что было бы правильнее, вот как, допустим, в многоквартирном доме ведутся такие журналы учета, там, производства определенных работ. Здесь то же самое. Должен быть заведен журнал, в котором каждый входящий сотрудник расписывается. Сотрудник, который измеряет ему температуру, выдает ему средства защиты на входе, записывает, какая у него температура на входе и выходе. И если производство… Вообще, сейчас, я так понимаю, любое производство должно каким-то образом расширить свои, вот, я не знаю, квадратуру, чтобы обеспечить людям эту дистанцию при производстве. Как это физически возможно, но, по идее, это должно соблюдаться. Плюс проветривание обязательно и ежедневная дезинфекция, даже не ежедневная. Насколько я вижу, там, на примере тех же магазинов, они вешают, там, график, как часто, по-моему, 4 или 6 раз в день должны производить дезинфекцию помещения. Насчет квадратуры, я думал, что это касается только магазинов, и только магазины штрафуют за тесные очереди. Неужели производство тоже должно таким образом быть организовано? Ну, я полагаю, что все должны к этому стремиться, как физически они это делают. Тут, вот, на усмотрение каждого работодателя, я знаю, что магазины это не делают. Даже продовольственные они все равно никак не… Они просто линию нарисовали. Как, что будет вот с этим производством, где, допустим, ну, тесно работники стоят? И вообще, как это можно проверить? Ну, я думаю, что… Как это можно проверить? Я думаю, что даже сами сотрудники, в принципе, могут написать заявление в Роспотребнадзор, и тогда точно придет проверка. Потому что очень многие даже на работу не выходят, потому что они боятся заразиться. И если вот эта дистанция не соблюдается… Хотя я полагаю, что в закрытом помещении, соблюдая, не соблюдая дистанцию, но каким-то образом все равно есть риск. Ну, вот, пока… Вот мое мнение такое. Ну, вот, опять же, если мы говорим про конкретные меры, тут надо придерживаться то, что нам предписывает пункт 11, указ мэра, дистанция и средства защиты, и то, что, если, допустим, человек пришел на работу с повышенной температурой, это было зафиксировано, его не допускают. В моем понимании, что просто не допустить его, ну, это вот какая-то полумера. Я так полагаю, что всех, кто был в контакте до этого, надо тоже изолировать каким-то образом. Понятно. Большое спасибо. Коллеги, что с дистанцией на производстве? Увеличено, не увеличено? Ну, наверное, я начну. Нам повезло в какой-то мере, так как у нас пультовая сборка, как известно, например, станок с ЧПУ – это такая вещь немаленькая, и, собственно, вокруг него, как правило, расстояние до ближайшего пульта – это 2-3, там, а то и больше метров. Поэтому, ну, в какой-то степени, повторюсь, повезло, не пришлось каким-либо образом перестраивать производство. Сотрудники всегда были на достаточном удалении друг от друга. Как правило, за одним пультом работает один сотрудник. Поэтому, естественно, есть входной контроль температуры, когда сотрудник приходит на работу, есть средства защиты, есть дезинфекция, есть смены, но вот в целом достаточно просторный изначально цеха и грамотное размещение оборудования, оно с ЧПС позволяет, в общем-то, не терпеть каких-то изменений по части расстояния между людьми, по крайней мере, вот в этом направлении. Хочу сказать, у нас в редакции сделали в лифтовом холле такие отметки, что нельзя близко стоять, в лифты заходить там по одному и все такое. Что меряют температуру, у меня выше 34,7 не поднималось, вообще никогда, пару раз заходил в редакцию. У кого еще, кто сталкивался еще вот с дистанцированием на работе? Кто-то, может быть, организовал свое производство по-другому в эти дни? Пожалуйста. Ну, если можно, я отвечу. На самом деле производство, оно не подразумевает, что какое-то должно быть определенное скопление людей рядышком друг с другом, потому что современные станки – это достаточно, действительно, современное оборудование, и обслуживают его там один, максимум два человека, при этом находясь друг от друга на достаточно приличном расстоянии. На самом деле проблема была только в офисах, то есть open space, понятно, что там, где бухгалтерик, там, где менеджеры, но в основном все люди сейчас находятся на удаленке, поэтому проблем с этим никаких нет. То, что касается средств защиты, да, естественно, компания закупила все необходимые там и маски, и перчатки, и людям приходят на работу, им, соответственно, все это выдают, но здесь нужно сказать, что люди сами уже к этому относятся. Кто-то ходит в какой-то своей личной маске, сшитые собственными руками, я так понимаю, кто-то на работу приносит бутылку самогонки, постоянно поливает руки, ну, разные бывают такие вещи интересные, но люди к этому относятся, на самом деле, очень достаточно русский народ, он всегда найдет какой-то способ, как в той или иной ситуации постараться работать. Вот здесь наш юрист сказал, что люди боятся сидеть на работу, но на самом деле люди уже очень хотят приехать на работу, я вам это подтверждаю, потому что сидеть дома достаточно длительное время, на самом деле, это тяжело. Но, естественно, мы здесь сами принимаем решение, кто выходит на работу, кто находится на удаленном режиме работы, по всем нам известным причинам. Но в любом случае, я считаю, что уже многие готовы были бы просто-напросто бежать на работу. Хорошо, спасибо, Сергей. У кого еще сотрудники дорвутся? Станки и центры, правда, большие, и расстояние между сотрудниками большое. У нас примерно 3% людей не захотели выйти на работу. Мы никого не принуждали, все люди по желанию, и все очень хотят работать. Это даже сюрприз для меня, что так хотят люди работать. Дома они хотят сидеть. Ну, у 3% людей, ваших работников, видимо, нет ипотеки, с чем их можно поздравить. Ну, можно. Дмитрий Фастенко, пожалуйста. Я могу, интересно, показать фотографии с нашего производства. Единственное, они сделаны до того, как началась история стороной вируса. Соответственно, сотрудники не имеют масок на лицах. По сути, собственно, видно, что современные склады, современное производство – это огромное расстояние, все механизировано, и, по сути, там, не знаю, у нас есть в производстве покрашечный цех. Эти люди работают в респираторах постоянно. Я не думаю, что там может выжить хоть какой-то вирус. Ну, и, по сути, огромное, действительно, расстояние. Мы можем гарантировать, что, не знаю, 5 метров соблюдаются в дистанции, а не только 1-2. Я не знаю, видны мои… Видно, все видно, да. Коллеги, теперь, знаете, хотелось что обсудить. Важная тема про деньги. Как ни странно, в делоприятиях компаний, несмотря на хорошие продажи в марте, все-таки начались сокращения заработных плат. Сотрудников переводят на четырехдневные рабочие недели, сокращают зарплату до 70-50%. Как вот с этим на производстве? Ну, здесь будет зависеть от ситуации, которая будет складываться дальше, потому что мы сейчас, к сожалению, никто из нас, присутствующих, вряд ли сможет прогнозировать ситуацию, которая будет развиваться, и как она будет развиваться дальше. Мы пока не знаем. Поэтому здесь об этом… Есть определенный, скажем так, пакет антикризисных мер, которые мы держим пока у себя в кармане, скажем так. Что будет дальше, надо будет смотреть. Мы пока, к сожалению, не знаем, что будет дальше. Может быть, нам объявят, что выходные будут длиться до 1 июня, например. Как в этой ситуации быть, мы не знаем. Поэтому пока здесь однозначно говорить, наверное, не приходится. Но определенные меры, которые необходимо будет принимать, они разработаны, пока не анонсируются. Будет зависеть от развития ситуации. Окей, большое спасибо. Кто-то еще хочет? Руслан, выскажитесь на эту тему, пожалуйста, про деньги. Ну, на самом деле, все, конечно, зависит от того, как у кого настроены рабочие процедуры. Я думаю, что у коллег точно так же, как у нас, просто так деньги не платятся. Есть какая-то увязка к выполнению работ и определенной производительности с тем, что каждый человек получает. У нас, у каждого специалиста практически проектный договор, и его, собственно говоря, вознаграждение привязано к фактической и физической работе, которую он выполняет. Поэтому, например, в наших интересах, чтобы у нас максимальное количество проектов было в работе. Кто еще слышал про снижение зарплаты на производстве, может быть, в соседних каких-то компаниях, знакомых? Вот так вот можешь кто-нибудь подтвердить? Или у всех все хорошо пока? Нет, у нас рассматривается такой вариант с июня. То есть, если динамика снижения, скажем так, поступления денежных средств, она сохранится в том виде, в котором она есть сейчас, то с июня у нас будет вводиться укороченный рабочий день. Ну, для всех, без исключения. Потому что приоритетом является на данный момент сохранение коллектива. Коллектив достаточно большой. И, соответственно, сделать это можно одним путем. В данный момент это сократив рабочий день. Но, опять же, нужно смотреть, как правильно сказали коллеги, на экономическую ситуацию. Если вдруг она каким-то волшебным образом начнет улучшаться, то эти меры не потребуются. В ближайшие два месяца работаем в штатном режиме. Окей. Знаете, какой вопрос? Вот в нефти есть фьючерсы, да? Когда ты платишь сейчас, а поставки потом осенью. У нас в СМИ тоже есть такое. Вот у меня реклама сейчас на осень там переносится вся. Вот у вас такие вот поставки из будущего. Вот что с ними происходит? Ну, там есть ли такой вот отложенный спрос? Пожалуйста, расскажите. Я не совсем понял, что имеется в виду. То есть это, в смысле, поставка, оплата потом, либо что? Я не понял. Да нет. Вот сейчас, допустим, вы не можете поставить, потому что там стройка не идет, потому что им сейчас не нужна продукция. Но они планируют, что им в июне она понадобится каким-нибудь строителям или осенью. Ну, таких объектов, на самом деле, очень мало сейчас. Потому что, если раньше, когда была подготовка, например, чемпионату мира по футболу, там хотя бы было понятно, когда, в какой регион, на какой стадион потребуется тайльная продукция. Когда строится, например, аэропорт, достаточно крупные объекты, там тоже есть более-менее понимание, когда потребуется тайльная продукция. Сейчас, по большому счету, такого понимания по отложному спросу но есть только по нескольким проектам буквально. Более подробной информации нет ни у кого. Но долгосрочно планирование вообще нет? Как самые большие сроки вы рассматриваете по планированию? По планированию сейчас, как правило, это 2-3 месяца. У кого есть сроки чуть длиннее? Может быть, кто-то планирует уже что-то на осень? Нет, но есть ряд проектов, по которым, например, у заказчика есть определенные, например, арендные обязательства. Он должен заехать в свой новый офис, открыть новый шоу-рум и так далее. И, безусловно, заказчики, они нацеливаются, например, осенью это сделать. Вопрос, насколько сами они физически и финансово это смогут осуществить. Поэтому наметки есть и на лето, и на осень, и даже на зиму. Но кто сейчас может с уверенностью сказать, что, например, тот же заказчик сможет оплатить нам аванс для того, чтобы получить какую-то часть оборудования? Очень много проектов зависло на разных стадиях. На стадиях проектирования, на стадиях отгрузки, на стадиях строительства. То есть сейчас все очень размазано и непонятно. А так, конечно, планы есть у любой компании, которая задействована в сфере фитаута. И, безусловно, заказчик хотел бы попасть в определенные сроки, но сможет ли он? Это вопрос. У нас в большой степени портфель заказов был сформирован, но состояние неопределенности, оно не исключительно для нас сейчас, оно и для клиентов, для наших. Поэтому они тоже многие в растерянности пребывают. Многие не решили, когда эта ситуация может окончиться и когда можно будет возобновить стройку и вообще что с ней делать. Поэтому, мне кажется, это состояние рынка в целом характеризует, что у нас сейчас большая неопределенность на рынке. И четких планов, я к Сергею присоединяюсь, это даже у нас, у которых тысячу объектов, тысячу проектов, даже больше в год, у нас сейчас есть определенность и понимание, наверное, по десяти. Большое спасибо, Сергей. Я здесь, если можно, дополню немножко. Я полностью солидарен с нашим коллегой, нашим соседом компании «Наяда». А сейчас немножко другая, наоборот, ситуация. То есть сейчас возникает ряд проектов, когда продукция нужна была вчера. Это очень тяжело, потому что везде есть определенные требования. Над кем-то стоит губернатор, над кем-то стоит министр обороны, над кем-то стоит президент. И всем нужно срочно бегом, бегом, бегом. Потому что ситуация складывается такая. Либо это нужно будет завтра, либо это вообще будет никому не нужно. Вот в этой ситуации работа сложнее немножко, чем при долгосрочном планировании. Большое спасибо. Руслан, вы что хотели сказать? Сергей, в принципе, как раз сказал о том, о чем я хотел сказать, что даже у заказчиков есть неопределенности. Они готовы, поставив на холд, готовы возвращаться к принятию решений ближе к середине мая, когда более будет понятно к ментуру. Коллеги, а кто-то участвует в медицинском строительстве, которое сейчас развернулось и в Москве, и во многих регионах? Вот про министра обороны тут кто-то обмолвился. Кто-то участвует в строительстве этих инфекционных центров? По-моему, сейчас 18 по всей стране строят. Компания Albus участвует в полной мере во всех этих проектах. Да, что поставляете? Ну, то же самое. Это медицинские специальные потолки, стеновые панели. У нас есть такой торговый марк, называется InGermax. Это как раз то, что относится к чистым помещениям для медицины. И для высокой... Ну, там сначала надо поставлять, а платят потом, да, насколько я понимаю? Ну, там разные бывают варианты, но пока нет особых проблем с оплатой. Вся в случае пока я не могу подтвердить, потому что были какие-то проблемы. Окей, пришел вопрос, если позволите, в чат. Кризис – это не только время испытаний, но и время возможностей. Какие действия уважаемые производители собираются предпринять в ближайшее время для поддержания и развития своих производств? Какие новые продукты или услуги планируется запустить? Может быть, какие-то аналоги по зарубежным товарам? Ну, то есть пора думать уже о будущем, а не впадать в пессимизм. Об этом вопрос. Пожалуйста. Да, Александр. Точно, да? Мы заметили, что сейчас достаточно серьезно, ну, если смотреть на ситуацию, в общем, увеличилась активность, например, наших подписчиков в социальных сетях, и на самом деле развитие производства, оно идет планово. То есть у нас было определенное количество моделей намечено на этот год, и все эти модели будут освоены. То есть здесь каких-то особых изменений не будет. А вот что касается социальной медийной активности, она сейчас увеличена, поскольку люди, не имея возможности, например, посещать шоурум, не имея возможности смотреть образцы приборов, они все больше и больше времени проводят в интернете, и мы, ну, с позитивом отмечаем рост количества подписчиков, и какие-то новые услуги предлагаем, например, виртуальный тур по шоуруму. То есть когда наш человек там в руках держит телефон и показывает приборы, так как, ну, очевидно, что ни у заказчика, ни у архитектора, ни у кого-либо еще участника процесса нет возможности посмотреть вживую. То есть просто звонишь менеджеру, а он ходит с телефоном по шоуруму показывает? Да, да. Ну, это не обязательно может быть менеджер, это может быть любой сотрудник. Но, тем не менее, в таких вот условиях, когда действительно нет возможности приехать посмотреть, это один из немногих способов быстро, кратко, четко показать весь модельный ряд. Что касается перестройки самого производства, ну, практически нет. То есть у нас планы пишутся за годы, там, на год, на два вперед, и производственный процесс, в принципе, никак... Да нет, это больше вопрос про развитие производства, про планы, там, найти новые ниши какие-то, вот... Ну, касается новых ниш, ну, сейчас определенное, естественно, из-за того, что там временно заблокировано, как сказали коллеги Италия, да, Испания, то мы не получаем, рынок не получает приборы от итальянских, испанских, там, немецких частично производства. Соответственно, мы им с легкостью компенсируем отсутствие этих продуктов на рынке просто своими товарами. Для нас это, в принципе, даже плюс. Чем дольше будет закрыта Европа, тем больше проектов будет сделано на нашем оборудовании, поэтому... Понятно. Дмитрий Фостенко, пожалуйста, вот насчет будущих ниш новых, есть какие-то идеи? Ну, вы знаете, всегда доставщики мебели пытаются следовать трендам определенным, да. Это понятно, что сама мебель, она не стоит на месте, она развивается, все, новые какие-то вещи появляются, новые запросы есть. Мы постоянно за этим следим. Вот этот процесс ввода новых моделей и каких-то еще. Это интересно, но... Другое дело, что это тоже определенные производственные, так скажем, ресурсы под это дело отводятся, да. Новая модель – это протипирование, это производство образцов, их надо посмотреть, как они будут выглядеть. Соответственно, их нужно просто сделать. Вот в условиях, когда рынок работает и загружен на 100 и больше процентов, мы это сделать, мы это делаем, но не так быстро, как можно сделать, например, сейчас. Да, действительно, сейчас определенное окно возможностей появилось, и в этом можно больше уважать времени и средства. Нет ли прогноза, что Китая станет намного больше в мебельном производстве сразу после кризиса, потому что сейчас он уже вышел, по сути, а Европы-то еще нет? Китай, ну, я не думаю, что его станет больше, потому что на самом деле с Китаем очень хорошо конкурируют местные производства, их очень много. И там, ну, раньше он вышел, есть небольшой рост курса, да, курс стал менее выгоден в отношении иностранных производителей. То есть российский производитель выигрывает на этом немного. И мне не кажется, что Китай займет большую нишу здесь. Да, они, конечно, наверное, будут занимать определенную нишу в плане комплектующих все больше и больше, но в целом российское производство вряд ли допустит к появлению большого количества китайской продукции здесь. Да, Сергей Дудкин, Сергей Забегаев, пожалуйста, вот насчет новых ниш, пожалуйста, ваше мнение очень интересно. Ну, вот тут про виртуальный тур говорили, про шоурум. Мы сейчас по заводу делаем такой виртуальный тур, потому что некоторые наши клиенты думают, ну, волнуются, на самом ли деле мы работаем. И вот в части доказательства мы это демонстрируем. Что касается новых продуктов, ну, вот этот вопрос очень хороший. И, правда, надо думать про то, чем можно заменить какую-то продукцию, которая может выпасть в будущем. Мы сейчас серьезно смотрим на рынок домашних, домашних перегородок, квартирных перегородок, квартирных дверей, перегородок, панелей для загородных домов, отделки и производства перил, веранд и прочего для тоже загородных домов, коттеджей. Акустическую продукцию выводим на рынок сейчас. И вот что мне нравится сейчас, может быть, из-за того, что трудно долго переговариваться, решения все принимаются гораздо быстрее. Мы вот две группы продуктов уже вывели на рынок вот за время, пока сидим в изоляции. Ничего себе интересно. Да, Сергей Забегаев, пожалуйста. Ну, я вот здесь хочу начать, наверное, с конца этого вопроса. Может быть, какие-то аналоги зарубежных товаров. Вы знаете, на самом деле, к сожалению, еще у наших людей продолжается некая такая тенденция, недоверие, наверное, отечественным производителям. Считают, что если сделано в России, то, наверное, это не очень качественно и значительно хуже, чем сделано в Европе. Мы давно уже пытаемся этот миф развеять, но пока не особо, может быть, получается. Но, в целом, мы для этого очень многое что делаем. Мы в 2014 году открыли очень современный учебный центр на территории нашей компании. За шесть лет через этот учебный центр прошло не менее уже шести тысяч человек. Это и менеджеры, и архитекторы, и заказчики. Здесь есть что посмотреть. И когда, как правило, люди сюда приезжают, говорят, о, а мы не знали, что это в России, на самом деле, можно такие вещи производить. Так вот, на самом деле, посещение, например, Мюнхенской выставки два года в прошлом году, да, в 2019 году, я обошел свою выставку, я не нашел чего бы то такого, чтобы мы не производили, чтобы мы не умели это делать. Поэтому говорить о том, что вот надо смотреть на Запад, иногда сейчас уже многие западные компании повторяют то, что на самом деле производим сейчас мы здесь в России. И мы здесь в большей степени ориентируемся не на западных производителей, а на отечественных архитекторов, у которых зачастую очень серьезные подходы к тем или иным проектам. И мы с большим уважением относимся к архитекторам, потому что нам архитектор задачу ставит. Если архитектор что-то задумал необычное, у нас начинается диалог между нами и архитектором, потому что это, как правило, происходит так. А вот я хочу такое, а у нас не получается, у нас нет такого оборудования. Значит, мы должны закупить новое оборудование, наладить это производство, запустить в серию и так далее. То есть вот это для нас, на самом деле, перспектива работы именно с архитекторами. И мы эту работу достаточно плодотворно в последние годы ведем. Это первое. Второе сейчас. Второе – это то, что, как правило, в эпоху кризисов, ну, к сожалению, наверное, но на нашей памяти, на нашей жизни это уже далеко не первый кризис, просто, наверное, первый такой серьезный глобальный. Как правило, переходит такое перенаправление потоков. Люди, которые планировали купить что-то очень дорогое, уходят на средний ценовой сегмент. Кто планировал делать что-то в среднем ценовой сегменте, они уходят на эконом-сегмент. И по большому счету, ну, мы, наверное, сейчас это уже практически видим по текущим поставкам отельные проекты, что сейчас просто будет уход, наверное, кратковременный, может быть, на длительное время, более в низкий ценовой сегмент по тем или иным продуктам, которые, например, мы производим. Ну, это мое мнение. Интересное мнение. Руслан, пожалуйста, присоединитесь к нашему разговору вот про будущее, про возможности в кризис. Каких новых ниш у вас, возможно, следует искать российскому бизнесу? Я думаю, что там что-то новое в рамках этого толка мы точно не придумаем, но акценты развития, они в той или иной степени, они, собственно говоря, поддерживаются всеми компаниями. Например, там мы даже на своем уровне небольшой компании разрабатываем приложения для контроля, да, и многие технологии, которые позволяют там исключить какой-то человеческий ресурс из процесса, да, как-то уйти от человеческого фактора, сделать что-то удаленное, они развиваются в большей степени. Сейчас то время, которое подтолкнуло к активному использованию этих вещей, даже там крупные компании, которые, знаю, которые не проводили каких-то онлайн-встреч, да, считали, компания с оборотами в десятки и даже сотни миллиардов, да, не проводили, работали в оффлайне, они активно за две недели начинают пользоваться онлайном, приложениями, решениями, и в том числе сами их разрабатывают. Поэтому я думаю, что все станет быстрее, то, о чем говорит Сергей с точки зрения договоренности, то есть скорость на самом деле от этого только увеличится. Пришел в чат короткий вопрос, есть ли проблемы в производственных цепочках из-за срывов сроков, комплектующих из Китая в Россию. Дмитрий Фастенко, наверное, вам вопрос, когда вы говорили. Вы знаете, нет, из Китая мы не столкнулись с этой историей, можно потому, что у нас не так много комплектующих именно из Китая, и, в общем-то, они, наверное, были в достаточном количестве того, что у нас есть. Вот сейчас мы уже видим, что они вышли, и отпуски продолжаются. Сейчас проблем с этим не возникает. Но, в принципе, проблемы в цепочках, поставках есть. Это не обязательно из Китая, это откуда оно может произойти. А вот с точки зрения каких-то обсуждений и возможностей замены, мы столкнулись не так давно с такой ситуацией, буквально вчера мы обсуждали замену одного из материалов, который отсутствует по причине невозможности достаточного. И вот как раз эта история с обсуждением с заказчиком в том числе. Потому что заказчик должен принять какое-то решение, пойдет он на эту замену или нет. Вот в условиях удаленной работы, в условиях вот этих согласований по видеоконференции достаточно сложный процесс оказался. Но, тем не менее, вот мы изготавливали образцы, демонстрировали таким же образом, так сказать, через видеоконференцию и принимали решение, что это нормальная замена. Дмитрий, большое спасибо. Руслан, вы когда говорили, отвечали на предыдущий вопрос. Знаете, какой у меня вопрос родился про, а что можно производить вот сразу после, и поставлять сразу после окончания карантина? Как раз, да, если развивать тему, которую я немножко затронул, я хотел бы отметить, что любой материал или оборудование, которое будет востребовано в ближайшей перспективе, или даже какой-то среднесрочной, который можно произвести сейчас, ну, в случае, если заказчик имеет возможность и целесообразность зарядиться так с деньгами. Это в любом случае сейчас выгодное вложение и с точки зрения денег, и с точки зрения сроков. С точки зрения оптимизации будущих сроков реализации, и с точки зрения инвестиционных вложений сейчас. Я думаю, что это выгоднее, чем просто поддержать деньги. Коллеги, наверное, меня поддержат. Да, уверен, что поддержат. Коллеги, у нас прошел час, на самом деле, и я предлагаю на этом попрощаться. Поблагодарить хотел бы всех спикеров за беседу. В конце давайте я снова всех представлю. Это Руслан Кубрава, гендиректор компании Кубрава Project Management. Сергей Забегаев, заместитель гендиректора компании Албис, Сергей Дудкин, гендиректор компании «Наяда», Александр Остапенков, руководитель направления архитектуры и дизайн компании «МДМ Лайт», Дмитрий Постенко, директор по продажам компании «Соло офис интерьерс», и Анна Подругина, начальник юротдела компании «СКНИК», частный практикующий юрист. Вот смотрите, как мы начали с юридических каких-то вопросов с пандемией, закончили планированием среднесрочным. От себя благодарю всех спикеров, а также благодарю всех зрителей за их внимание. Всем хорошего дня. Увидимся. Спасибо.